Музыка 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 Ой, неужели раньше меня пришли? Мы приехали минут 5 раз назад А что вы не открывали? О, котяра у нас тут дежурит Второй куда-то ушел уже Красивый котик Как еще раз? И снова всем привет на канале Олег Нестеров Врест Сегодня мы снова ведем свою передачу с озера Мичиган Все уже догадались Кстати, озеро Кто-то там меня все просит Покажите, что же это за озеро такое Сейчас покажу Вот замечательное озеро Скоро мы сюда карпа пустим Дядя Олежа уже договорился Вчера вот там он карас был Сантиметров 25, наверное Мужики его хотели с очком поймать Но не было с очка Договорился, то есть привезут Карпика, но наверное по осени Если у Стаса получится То раньше привезет, да, Стас? Так что может быть мы даже успеем К слету туда что-то запустить Но туда надо маленьких их ловить уже Как бы нельзя будет пока-нибудь, прости Ну да ладно Сегодня мы будем делать бампер Этот бампер нам надо будет сделать Множество сколов, множество косяков на нем И всего вот эту дверку Здесь как бы царапинка Но царапинка здесь сделала небольшую вмятинку Ну а для заряда бодрого И хорошего Приподнятого настроения С утра как всегда Они гнут Жена мужика на девятом месяце беременности Ну и лежат она ему говорит Милый Покрась ногти на ногах Не мужское это дело Короче отнекивался, отнекивался А она обиделась и ушла Выходит из ванной Сидит, красит ногти на ногах Мучит тебя Со словами Блин, что только этим беременным в голову не придет Тут слушают, что дядя Олежа говорит Вот такие у нас замечательные котейки Все говорят, что на заднем плане видно котиков Сидят, играют друг к другу Ну а мы начнем тему дня Итак, заставка Пошла! Данный пациент У нас имеет все изъяны Которые только могут быть на бампере Единственное, что он по форме Еще целый и не разбитый Ну вот этот косяк Паутинка Многие говорят, как же убирать паутинку То есть сегодня мы с вами ее будем убирать Обратим внимание, на что надо обратить внимание Чтобы паутинка вновь не вылезла Сколики Сколиков здесь неимоверное Множество То есть это мы тоже с вами сегодня будем заделывать Ну и самое распространенное Это бордюрная болезнь в основном И болезнь блондинок То есть они не смотрят, куда они заезжают У тебя сестры нету? Девушка Блондинка Девушка? Ты ей давал? А, ну, наверное, это она и посадила Наверное, она Наверное, она Ну, ладно Дело в том, что вот эти сколы такие тоже крупные Все это мы сегодня будем убирать Способа как бы есть два Чтобы убрать сколы То есть тупо залить их Грунтом Либо Жидкой шпатлевкой Как бы, да, конечно, тут сильно маленькие сколики Они не Вернее, они могут залиться Но большие сколики Они не зальются Поэтому Сколики, которые мы явно видим То есть их надо будет все-таки зашпатлевать Потом перекрывать И после того, как мы все это укроем грунтом И замоем Еще у нас проявится несколько сколиков Но это уже будет не всю плоскость делать А Несколько сколиков просто подмазать Да, и подгрунтовать перед покраской В принципе, ничего сложного Радует то, что бампер все-таки целый Единственное, что нужно ему подкрасить губы, как говорят Так что Смотрим И внимаем Это сделайте на сухую Но мы будем это делать на мокрую То есть берем 240-ую шкурочку Здесь просто номер у меня От Орван И вот у нас царапинки Царапинки Выравниваем То есть снимаем слой И царапинку размываем Чтобы вокруг царапинки Было все гладнее Чтобы не было никакой бахрому Прямо снимаем Пластик Так вот И всю царапинку вот так вот Вымываем Насколько это возможно То есть выравниваем Пластик Вот здесь тоже как бы Косячок Так вот размываем потихонечку Хорошо быть начальником Начальником Всех припахал Вот так вот все вытирается Потихонечку Не бойся нажать Ничего страшного Ну и вот самая ерунда Это паутина Многие Думают что Паутину можно закрасить Нет паутину не закрасишь Давай подавай Она вроде бы как и закроется Но потом ее будет видно Также паутину снимаем До основания То есть потому что она Уже лопнула И лопнула скорее всего До пластика Вот таким вот образом Мы снимаем Паутинку То есть вот вычищаем Сняли это место Где у вас была паутина До ее основания Плоскость на одном месте Не трите Старайтесь захватить Большую плоскость Чтобы вы не натерли Вот здесь аж остались следы На самом пластике То есть это тоже Вытираем Пока у вас не пропадут Вот эти полосочки Вот если приглядеться Ну так видно Тут даже на пластике Уже они оставили свой рисунок Как бы их тут нету Но уже краска вот поменяла свой цвет Где держалась краска И где не держалась То есть до такой степени снимаем Ну а дальше смотрим Ну на самом деле Могут люди подумать Что геморрой Это все вот так вот Истереть до пластмассы На самом деле Ничего тут геморройного нету Просто занимает время Краска стирается Как бы хорошо Быстро Можно это сделать И орбитальной машиночкой Но Пластик Орбитальной машинкой Если тереть Вы можете его нагреть Во первых И он у вас Слишком сильно будет волоситься Потом эти волосики Тоже не очень удобно Убирать Ну и хотелось бы Всех поблагодарить Кто На протяжении Этого всего времени Со мной был Да То есть уже мы Разменяли Пят Какую Пятидесятую Тысячу Да подписчиков То есть уже За сорок Мы перевалили Так вот Задумываюсь часто Как бы С чего это все Начиналось Все так Поначалу Как бы Несерьезно было Но уже перешло В такое русло Да Уже даже Появились Как вы знаете Люди Которые Начинают Мешать А это И значит Что У нас уже Огромный Успех То есть Все мы Как бы Сплотились У всех У нас Уже Одна Команда Такой Как бы Гаражный Кооператив Такой Мирового Значения Да Очень рад Что Многие Люди Как бы Обрели Вот Вчера Мне писал Да Человек Многие Люди Обрели Еще Одну Колею Какую-то В своей Жизни Какое-то Направление Что-то у них Поменялось Добавились Интересы А это И есть Как бы Самое Классное Что люди Уже Вот Ну Обрели Какой-то Другой Смысл Какую-то Цель Да Это Одно Люди Уже Начали Работать Зарабатывать Деньги Этой Профессии Именно По урокам Это Одно То есть Мы Сподвигли Не только я Но Общество Которое Вот я Создал Вокруг Себя То есть Мы уже Помогаем Друг другу Очень радует Кстати Виталя Макс Привет Вам Огромный Виталя Это Автокар Канал Автомобильный Тоже Виталя Жил в Сан-Франциско И сейчас Уехал К Максу То есть До Канала Они не знали Друг друга Совершенно Это Чем и радует Оба Они живут В Америке Только в разных Концах Америки Познакомились Они на рации Я думаю Виталя Сделает Передачу Как это Все происходило Это будет Интересно То есть Они не знавшие Друг друга Работавшие На разных Концах Убани Русские Русские Да Ну Советского Союза Русские Своей жизни Люди Люди Знакомятся Люди Общаются Люди Заводят Дружбу Да Такой коллектив У нас Создался Очень крепкий Это Я очень Канал 104.8 Радио Брест И у меня Там будет Своя Пока Как бы Трехминутная Рубрика По Таким Полезным Советам Да Но Таня Меня Немножко Замучила То есть Формат Там Немножко Другой На радио И Пока Я готовлю Тексты То есть Она проверяет Что я буду Говорить Да Текст Она постоянно Поправляет Постоянно Меня бракует Короче Одобрила Только Начало И концовку И все Текст Постоянно Переделывать Ну сегодня Уже Вот с ней Еще Один текст Я продумал Как бы Дал ей Мне главное Вот поймать Эту жилку Которая Она будет Начало Концовка Я уже понял Но При подаче Самого Материала Вот не знаю Сегодня вроде Неплохой Вариант Короче Если она Одобрит То надо будет Сделать Где-то 22 передачи Чтобы на Месяц Этого Хватило Потом Будет Прямой Эфир И потом Наверное Будет Рубрика У дяди Олежа Ну там Я буду Дядя Олежа А буду Олег Нестеров Мастер Гаражных дел Мастер Гуру Так сказать Буду давать Такие вот Советы Проект Интересный Это еще Одно Новое Увлечение В моей Жизни И вот Многие Как бы Знаете Еще Недавно Мы Говорили С человеком Из Тулы Который Мне пряники Присылал Если помните Вот Мы с ним Заговорили За зависть Как бы Наш троллер Как мы Сподвиг Ну и Говорили Что-то А я Задумался Вообще Завидую ли я Да Завидую Завидует Наверное Каждый Ну Завидую я Не черной Завистью А нормальной Белой То есть И Может быть Я не знаю Зависть это или нет Ну Бывает Что мне Что-то Хочется Что другой Человек Добился А я Не могу Добиться Ну Я имею В реальных Масштабах Это не Яхта Конечно Это тоже Хотелось бы Почему бы Нет Ну Какие-то Реальные Цели Я смотрю Вот Человек Добился Почему бы Мне Я иду к этой цели У меня появляется Смысл Какой-то Жизнь Я иду к этой цели Я ее добиваюсь Но Когда уже добился Два-четыре дня Ну Уже Все Неинтересно Уже начинаешь Искать Чему бы еще Позавидовать И вот Эта вот Зависть Она Нормальных Людей И сподвигает На какой-то Шаг На какое-то Движение К чему-то Чтобы Вот Добиться Этой цели То есть Ну А у больных Людей Она кончается Плохо Обычным Суицидом Ну То есть Они выедают Сами себя А Нормальный человек Это наоборот Это хорошая Подстежка Для того Чтобы человек Начал Какие-то действия Особенно Если у меня есть Такие друзья Как мы Все с вами То есть Вместе Это сделать Гораздо Веселее Бывает Что человек Не решается На какой-то Поступок Ну Как вот Зайдя Нам на канал Не решался Сделать гараж А хотел Давно Хотел Тут Смотришь Да Люди Занимаются Много Людей Занимаются Все это Идет И Тоже Начинает Свои действия Это радует Ну Немножко Отдалился Сидел Ребята Тут Что-то Расслабились Ушли Смотрят Дядя Олег Болтает Сейчас Мы их Пошвеним Сидят Бездельничают Рассматривают Сарапины Турналот Да Дверку Работать Всем Дверку Забыли Сделать Сейчас Будем Делать Нет Вначале Мы ее Забыли Потом Мы ее Отложили Короче Покрасили Все Дядя Олег Думает Что Не Даша Ты Что Хотели Смотрим Блин Дверку Не Сделали Ну И Потом Да Отложили На Потом То Мы Уже Как Все Собрали Дверку Сегодня Будем На Машине Делать Ребята Понакинули Уже Все Но Еще Зазоры Не Регулировали То Дверку Надо Делать Катер Пиздельники Там Где Олег Тут Займел Вот Вот Бы Двести Сороковочкой Обработал Место До Того Как Вы Будете Затирать Шкурочкой Хорошо Отмойте Биту Особенно На дверях На Юбке Везде Есть Биту Его Сразу Отмывайте Чтобы Не Загонять Его Потом В царапинки И Обезжиривайте Обезжиривателем Для Олежа Пользуется Вот Таким Вот Здесь Вот Написано Смывка Для Удаления Силикона Есть Такая Там Антисиликоновая Добавка Можно Попутать Вот Запомните Плюс 780 Новоская Ну Вместо Нее Многие Говорят Или Найдут Или Она Дороговата На самом Деле Она Не Очень Дорогая По Моему 4 Или 5 Долларов Вместо Нее Еще Используют Нефраз То Нефраз Тоже Хороший Обезжириватель Да Вытолпили Вытяжку Решили Муфту Побольше Сделать Потому что Вибрация Передается Расстояние Маленького Муфты Решили Сделать Вот Так Вот Я Поможу Резиновым Чипателем Вместо Не Попытаем А Место Такое Не Положнее Трапинки Быстро Да Убирать Не Переходим Ну Да Хочу Учиться Переход Ну Переход Вот Здесь Покраски Можно Сделать А По Лаку Все Детали Лучше Да Потому что Дольше Будет Убирать Переходы Ну Поначалу Потом Когда уже Научишься То можно Будет Пробовать Ну Как можно Увидеть Вот Царапинка Была Небольшая Вот Сейчас Весь Вот Этот Объем Шпаклевки Да Она Неглубокая На ощупь Даже Плохо Ощущалась Но За собой Потянуло Метал То есть Вот То Что Выделено Шпаклевкой Это Есть Та Зона Которую Затянула Та Самая Царапина Так что Многие Думают Что Вот Замажем Уберем И не будет Видно Нет Она За собой Утягивает Метал С Царапинка Вот Такого Плана Такого Экспресс Ремонт Пойдем Посмотрим Что там У нас Давыд Сделан Видишь Сейчас Включил Вообще Вибрации Нету Нету Вибрации Мы Решили Гофру Сделать Чуть Побольше Все Предели Процесс Идет Ну и покрываем Деталь Вот таким Праймером То есть Это праймер По пластику Там Где мы Открыли Пластик Там Пробрызгиваем Чтобы у нас Не поотлетала Краска На всякий случай Праймером В принципе Это и все Праймер уже высох Сохнет он очень быстро, то есть мы его наносим чисто для того, чтобы у нас была адгезия вот с этим металлом материалом. И сейчас уже можно шпатлевать прям на это. Как я и сказал, шпатлевать мы будем только самые грубые места. Мелочевки как бы оставим под грунт. И после грунта мы уже доработаем. Ну так будет быстрее. Мы уже доработаем эти места. И где у нас будут еще проблемы, где что-то вылезет. Снова подшпатлюем и под грунт. Что-то про праймер-то так я не сказал. Наносим тонким слоем. Как вы заметили, да, ничего там сложного нету. То есть он бесцветный, не надо пытаться им какой-то цвет там сделать. Он такой, как водичка. Просто он подразъедает пластмасс для дальнейшего сцепа. Тонкий слой нанесли. Вот мы высушили в этом, наверное, 20-30 минут. И все. Ну, сейчас мы чуть-чуть стянули шпатлевочки. Такие уже сильно косяковые места. Сейчас покажу. Сильно косяковые. Как бы очень тонким слоем как бы стянули. Сейчас просто 240-кой пройдем. Ну, потому что здесь уже сильно грубое. Тут это уже точно не завалится. как бы... Ну, и тут вот не завалится места. Но мы их сначала зальем. То есть оставим, чтобы у нас было по минимуму дефектов. И загрунтуем. После чего, как бы, после грунта мы увидим, что еще немножко мы там пропустили. Дядя Олежа решил пока домой сгонять. Ребята там пока справятся. Ну, бампер у нас уже готов к грунту. Здесь уже Юрик дотирает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА